приветствую друзья с вами дерзе александр очень давно не записывал каких-либо подкастов видео и так далее и решил исправить этот момент итак смотрите о чем хочу прямо сейчас буквально в пределах этого подкаста несколько минут до поговорить на днях хотел провести небольшой мастер-класс по теме того как продавать услуги дорого smm услуги то бишь в таргетинг маркетинг создание сайтов программирование и так далее то есть из такой стези которую можно выполнить по интернету то есть подходит большинству фрилансеров таргетологов smm щиков так далее вот то есть тем людям кто продает введение социальных сетей маркетинг продвижение бизнеса и так далее с помощью социальных сетей короче говоря для айти специалистов которые как раз таки этим занимаются то есть smm щеки айтишники программисты таргетологи и так далее то есть ну вот как бы вот эти люди вот этих профессий да если честно не умеют продавать вот мое наблюдение потому что я совсем недавно получил довольно хороший интересный опыт где суммарно продал за три месяца на 8 и 3 миллиона рублей своих услуг по таргетингу вот ну как бы вроде бы звучит огромная сумма но это во первых это несколько клиентов вот во вторых там средний чек где-то начинается от 400 вот тысяч рублей то есть вот так скажем и короче говоря я решил провести мастер-класс но пообщавшись с теми людьми по телефону которые записались на мастер-класс но просто решил узнать чего ожидают люди на собственно от этого мастер-класса я решил просто их спросить вот и как оказалось у большинство людей нет понимания что же продавать и также присутствует страх отказа до отказа от от услуги короче говоря страх того что они будут продавать а им откажут вот и вот как раз таки о страхе отказа я вот сейчас и хочу с вами буквально побеседовать несколько минут смотрите почему на самом деле многие таргетологи многие смм щеки и многие другие специалисты не продают свои услуги не говоря уж продажах дорого да как выяснилось я делал недавно еще также опрос у себя в инстаграме как выяснилось до большинство людей которые оказывают такие услуги они продают их крайне дешево примерно 30-40 процентов людей у меня в по крайней мере в моя аудитория до которая в инстаграме ответила что продают услуги до 10 тысяч рублей то есть что является сущими если честно копейками вот и примерно 50 процентов ответили что продают услуги до 30 тысяч рублей но там как бы то есть 30 может быть там 40 максимум да вот и буквально единицы людей ответили что продают где-то ближе к ста тысячам рублей и больше ста тысяч рублей там тоже буквально два-три человека ответила вот почему же так происходит на самом деле на самом деле действительно есть некий такой страх отказа до это раз во вторых есть страх того что а что же подумают обо мне другие как бы люди другие там не знаю короче говоря там коллеги друзья семья и так далее подумают что зазнался там и так далее что же подумают клиенты если я выкачу там такой приличный счет вот на самом деле на самом деле друзья отказывают да вот страх отказа это такая вещь которая довольно легко лечится и по большей части это конечно же даже не в голове да этот страх я честно сказать ну как бы природу страха этого я сейчас не буду объяснять что во-первых я не психолог вот но во вторых у меня тоже такое было и мне тоже казалось ну блин кто же там дороже вот я раньше продавал за 50 за 100 тысяч рублей свои услуги да это был прям потолок который за который я мог продавать и люди покупали с большим скрипом еще и в рассрочку на несколько месяцев а бывало такое что и вовсе как бы короче говоря в итоге услуги были оказаны но было пару раз такие ситуации да когда услуги мы оказали а денег так и не увидели вот к сожалению и страх вот этого отказа на самом деле он знаете в чем кроется когда клиент отказывает вам в покупке на самом деле он отказывает не вам он отказывает вашему предложению да то есть вашему офферу так ну так его назовем оффер да вот давайте представим такую ситуацию есть вот вы идете допустим в магазин да или там на рынок да и смотрите значит прилавок и вам надо купить хлеба допустим да хлеба надо купить вы подходите к прилавку и два прилавка стоит два так скажем два предпринимателя продают хлеб вот и тут хлеб и здесь хлеб вот но вы решаете покупать у одного из них да а почему потому что на самом деле вот давайте представим так вот с одной стороны ну на одном прилавке лежит классный душистый ароматные хлебушек тепленький только-только из печки а на другом прилавке лежит хлебушек такой уже почерствевший уже не он ну как бы не очень мягкий видно что он тут уже долго стоит да еще вы замечаете что там пару булок хлеба вообще с плесенью так вот вопрос теперь какое предложение вы возьмете даже вот тот хлеб который с плесенью на него скидка 70 процентов так вот вопрос купите ли вы вот этот заплесневевший хлеб ну конечно же нет вот собственно то же самое происходит и в любых продажах в любых продажах услуг то есть если у вас оффер составлен таким образом что он выглядит заплесневевшим черствым стареньким таким вот вот дубовеньким хлебом да то есть так вот муж простите на таких простых примерах да это все показываю то ни один клиент у вас соответственно не купит и дело будет не в вас и не в том что какой вы человек какой там супер специалист и так далее если у вас хреновый так скажем оффер у вас его никто не купит поэтому первым делом что нужно сделать чтобы у вас стали покупать это сделать классный оффер это первый шаг да то есть чтобы что-то продать нужно это красиво упаковать в такую конфетку до которую от которой ну прям вот но нельзя отказаться так скажем вот и как создавать вот такие офферы для smm-услуг как себя упаковать как специалиста мы поговорим на ближайшем пятидневном бесплатном тренинге на который кстати ниже под этим подкастом вы можете записаться поэтому исходя из этой информации никогда не принимайте близко к сердцу так скажем когда вам отказывают клиенты до отказали не вам отказали офферу отказали вашему предложению поэтому чтобы не отказывали логично нужно сделать классное предложение классно его просто упаковать и подать вот и все и вам перестанут отказывать в общем подумайте просто об этом и если вы правильно упакуетесь даже не важно сейчас вы новичок или там не не новичок или вы сомневаетесь своих так скажем способностях и так далее или сомневаетесь в том что у вас будут покупать или у вас есть страх отказа просто упакуйте свой оффер так скажем красиво до упакуйте его правильно чтобы его захотелось купить и вот если клиенты захотят купить если вы им предложите в принципе никаких особо сильно продающих там каких-то скриптов для этого не надо если оффер классно упакован если он классно звучит и он действительно бьет только точно в цель до если он свеженький красивый ну так скажем короче выглядит хлебушком прямо только что из печи до тепленьким который прям хочется вот прям взять и так скажем съесть то у вас начнут покупать представьте себе даже если вы еще новичок поэтому друзья записывайтесь в общем на этот мини-тренинг и увидимся с вами на эфирах с вами был дроза александр счастливо